добрый день борис рад видеть вас в хорошем настроении вот весь мир знает вас как борис фотограф но дядя более да и сегодня но мало кто знает вообще вашу историю такую биографию фотографии хотелось бы немножко поговорить на эту тему борис вы уже давно и успешно фотографируете скажите с чего началось ваш путь фотографии мой путь и начался дзюдо когда я занимался дзюдо еще и на каком или сейчас не помню какие были соревнования и там за призовые места давали фотоаппарат костюм хб вот эти где колени у нас и такие и при мне предложили что-то возьмешь я подумал подумал а мы куда-то должны были на какие-то соревнования за границу ехать и я подумал ну мы же поедем и можно будет обменять костюмов там еще 10 таких обменять я попросил фотоаппарат зенит и мне подарили фотоаппарат зенит и у нас отложились эти соревнования не знаю по каким причинам и я думаю ну чё будет лежать и начал потихонечку так в процессе соревнований снимать 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 потихонечку вот и так влился потом у меня была тяжелая травма и я где-то полтора-два года вообще не занимался спортом после тяжелой операции и начал потихонечку пошел у меня товарищем занимался пожарно-прикладным видом спорта и мне предложил говорить а давай ты тоже будешь с нами бегать и я так разбегался и там снимал приезжали ирландцы на соревнования я там выступил и тоже снимал совместные соревнования мне ирландцы предложили говорить а вы не хотите нам поделиться фотографиями я с ним поделился и получил хороший гонорарчик почему бы и борис но это 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 было еще то время когда снималась на пленку все да это все было на пленку снималась и вы знаете приходилось сначала там пленочку одну уходила там по 36 камер в пленке потом этого мало казалось и в общем за соревнования мне уходило где-то по 10-15 пленок вот но это не факт что из этих всех там из одного там из одной пленки 36 кадров там выходили какие-то что можно куда-то журнал может поставить то есть это сегодня технологии что можно все стереть там переснять там дубль сделать еще 10 дубль вот поэтому приходилось в общем то момента но для того чтобы опять же снимать его спорт нужно опять же досконально хотя бы немножко понимать в этих видах спорта и я очень успешно пошло и самый дзюдо снимать и пожарно-прикладной спорт борис но вы не только у вас весь технологический процесс был то есть вы снимали проявляли чат ли у вас целая аппаратура была значит просто сегодня уже сегодня уже многие я дома была лаборатория то есть у меня просто сегодня многие уже не помнят что что были там проекторы эти как это просветители осветители закрепители химикатов очень кучу у меня было дома химикат у меня было в комнате гардеробная и я из нее сделал лабораторию у меня в общем все было для этого для лаборатории я вот сидел у меня даже четко пальцы работали то есть было я мог в темноте сидеть и четко понимать что я делал то есть вот сейчас это даже чувствительность в общем то как бы не пропал то есть я могу в темноте сделать все что борис как вам кажется вот мы вы вкратце затронули этот вопрос но все таки вот как вам кажется сегодня в эпоху технологического прогресса в том числе и фототехники фотографировать может уже любой или все же для этого необходимо какое-то дарование знаете сегодня даже на телефон можно снимать и это но спорт чтобы снимать спорт я моя основа это спорт я снимаю спорт поэтому чтобы опять же снимать спорт нужно все-таки немножко понимать самому заниматься и знать что с ним что-то снимаешь когда нажать кнопку можно чтобы не тратить потому что опять же у фотоаппаратов есть ресурс какой-то если мы будем просто вот у нас был чемпионат мира челябинск двенадцатый год кажется да четырнадцатый год четырнадцатый год нет европа первая европа это двенадцатый год в челябинске мы все куча журналистов тогда было очень на высочайшем я вообще считаю что это лучший наверное европа была в истории где действительно организация была на высочайшем уровне и куча журналистов фотографов фото корреспондентов и зри зри новостей какой-то пришел товарищ сидит с нами говорит то есть но он вообще спортом не занимался никогда не снимал спорта он репортажных чисто там снимает какие-то и такая тишина сидят все фотографов естественно все кто-то понимает в борьбе дзюдо снимают тишина такая момент ждут и тут такой дед 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 как вот это максим и мы так это все оглядывая смотра посмотрел еще ничего Он говорит, а его оказывается Максим. Я говорю, Максим какой-то. Я говорю, Максим действительно оказался. У Максима на новостях. Я говорю, ты что творишь? Он говорит, да мне нужно в тот момент успеть поднять. Я говорю, а зачем ты снимаешь сейчас? Он говорит, ну я вот не знаю, не понимаю ничего в спорте, поэтому я говорю. А я говорю, у тебя же есть ресурс какой-то, фотоаппарат. А что он говорит? Ну, это не мой фотоаппарат, это мне еще дадут. Ну, то есть, ну, после соревнований, соответственно, мы с ним сели, и я им подсказал, помог. И на следующий день уже, когда он работал, он уже более. Потому что тишина в зале, и один только слышен его щелчок. То есть, все-таки какое-то чутье, дарование в человеке должно быть? То есть, он должен быть в теме, так сказать, да? Ну, да, в общем-то. Получилось, опять же, может быть, я так бы и снимал для себя, но у нас в ЦСКА тогда спортивный комитет, был спортивный комитет вооруженных сил, то есть в Советском Союзе был, спорткомитет Министерства обороны, тогда он назывался, вот. И был спортивный клуб «Друж с Хармой» такой, журнал был, и мне, сейчас не помню, как его, Борис, Борис тоже тезка, главный редактор, Самоев, Самоев, сейчас не помню его фамилию, он мне предложил, говорит, Борис, ну, вот ты ездишь везде, все равно выступаешь на соревнованиях, снимаешь там. Давай, присылай нам фотографии, мы будем печатать, и ты будешь, как бы, зарабатывать. Я говорю, ну, здорово, и начал потихонечку это соревнование, потому что тогда, как бы, командирам от журналиста было это накладно все, и я, как бы, соктал собственным корреспондентом вот этого спортивного клуба «Друж с Хармой». Ну, и, в общем-то, как бы, ездил в сборы со всех, посылал фотографии, ну, так, гонорары, и втянулся, в общем-то. Вы уже сказали, что свой путь фотографии вы начали с дзюдо, то есть дзюдо – это начальная ваша, так сказать, старт была. Скажите, а что вам еще нравится фотографировать? Ну, какие, что из спорта, а может быть, что-то из другой темы? Спорт я сегодня снимаю весь, куда приглашают, все снимаю, любой вид спорта. Мне, мне сегодня, мне нравится еще портфолио делать, портфолио, тоже очень интересная тема, вот. Ну, в общем, вот, портфолио, да, сейчас, ну, спорт весь снимаю, репортажи все снимаю, снимаю там, работаю в Кремле иногда, ну, в общем-то, на любые мероприятия, все, что связано с репортажкой, приглашают, и я… Ну, дзюдо остается, как бы, отдельная ваша любовь. Это концерт в жизни нашей сегодня. Да, дзюдо, самбо – это все наше. Ну, естественно, и плавнее снимаю. Какое-то время у меня был баскетбол, я работал с баскетболом, это еще с Беловым, когда наш там был сборник, такая, в жонах, пришлось там поработать тоже. Но сейчас больше борьбу, вот борьба у меня. У вас большие архивы фотографий, снятых за более чем в сорокалетний период вашего творчества. А есть ли самые такие памятные фотографии? Да, есть фотографии у меня памятные. Это есть самосито, самосито, Паризи, Ван Девай, Юра Соколов. Ну, в общем-то, есть памятные такие вот фотографии, которые для меня, конечно, нет. Борис, где можно увидеть ваши работы в интернете? Ну, в интернете сегодня можно на Федерации дзюдо России увидеть, и можно увидеть их в Мире дзюдо. Мир дзюдо – это журнал Мир дзюдо? Журнал Мир дзюдо, я, собственно, переспондент журнала Мир дзюдо по Москве и Московской области. То есть работаю, ну, работаю, все, можно сказать, пеннисты России, чемпионаты России, там, все гранд-шлемы, которые даже внутренние соревнования, я это все снимаю. То есть, да, ну, иногда за рубежом, если вот получается. Борис, а как вот фотовыставки вы делаете? Да, очень много вот одно время проходили мои фотовыставки. Вот, кстати, вот последняя была фотовыставка на Никитском, кажется, Будваре проходила фотовыставка моих фотографий. Ну, совместно с Центральным спортивным клубом. Ну, иногда проводим фотовыставки. А возможно ли приобрести какие-нибудь ваши фотографии? Как вообще это? Вот, ну, вот, допустим, если я увидел, что вы фотографировали меня, да, там, на соревнованиях или где-то, как вот любитель спорта или спортсмен может вот с вами связаться? Ну, люди обращаются. Значит, на ВКонтакте есть. То есть, мой телефон есть, адрес везде есть, ВКонтакте. То есть, просто с вами связаться и сказать, что... Да, там проблем нету. Телефон, даже сегодня там реклама в мире дзюдо. Пожалуйста, Инстаграм есть, мой телефон. Связывайтесь, пишите. То есть, тот, кто хочет это, они пишут, кому это нужно. Я делал фото на баннеры перед чемпионатом мира. Меня заказывали в Челябинске, я делал для баннеров, там, спортсменов. Потом меня заказывал, как раз на Токсе, я заказывал, я делал для ихних залов, для ихних великих спортсменов, там, таких, как Иргонников, там, Ачмизов, вот эти брать, все они там, ну, и те же, Набычевы, вот. И там, сзади, можно это все увидеть. Что вы можете пожелать молодым дзюдоистам, которые решили так же, ну, вот, увидев это интервью, да, стать фотографами? Да, сегодня, кстати, я вам скажу, очень большая, ну, как бы, мне говорят, о, конкурент пришел. Ну, я всегда говорю, что у меня нет конкурентов, вообще фотографий нет конкурентов, потому что каждый фотограф, каждый фото-журналист, он делает, как, та же свою задачу выполняет. Кому-то нравится так снимать, кому-то там, у каждого свое видение дзюдо, поэтому, ну, что я могу пожелать? Я всегда помогаю молодым, то есть, они подходят, советуются, я им всегда, ну, расскажу, как лучше, как здесь. То есть, молодой фотограф может так же проконсультироваться у вас как-то? Да, подойти, я всегда помогу, то есть, никогда никому не отказывал. Ну, подходят люди там с такими фотоаппаратами, даже с телефонами, и спросят, как ракурс снять лучше, откуда, я всегда подскажу. В общем-то, ну, а что пожелать, давайте, давайте, вы молодые, вам дорога открыта, вперед. Ну, сегодня, конечно, фотография не так стала востребована, уже немножко тяжелее становится, потому что очень много, конкуренция действительно большая стала, учитывая, что сегодня много молодых людей, не знаю, что лишь бы заработать. То есть, суются везде, но в итоге, конечно. Ну, это опять же нужно имя какое-то, себя как бы зарекомендовать, чтобы с тобой сотрудничали и работали. Но все-таки вы делаете историю спорта. Да, да, делаю. Кстати, Минспорт проводил мою выставку, это было в позапрошлом году. Я работаю уже очень долгое время, где-то порядка, наверное, 10 лет, уже с Российской Союзной Боевых Искусств. В Анапу ездию каждую осень, освещаю юношеские игры. В этом году уже 15 лет исполняется, и в позапрошлом году в Анапе Минспорт провел мою фотовыставку. Историю вот этого юношеских игр. То есть, там очень большая выставка была. Люди смотрели, подходили, спрашивали, спасибо говорили. В общем-то, приятно было. Ну что, Борис, спасибо большое за такое объемное, так сказать, интервью, открытое. И будем дальше наблюдать за вашим творчеством. Да, буду стараться радовать наших спортсменов своим творчеством. Спасибо. Спасибо.